Курьерская компания Кто интернет-магазины? Спасибо. Тогда тема будет полезна всем сторонам, поэтому у меня 10-15 минут на то, чтобы поделиться с вами опытом. Итак, что такое доставка? Это всегда результат взаимных ожиданий, согласны? Ожиданий со стороны клиента, когда я как клиент хочу получить свой товар, заказанный вовремя, я хочу получить его за минимально возможную стоимость, а лучше ничего не платить, я хочу получить его в то время, когда мне это максимально удобно. Как представитель логистической компании я хочу выполнить свой план, я хочу удовлетворить клиента максимально возможным образом, но я хочу получить прибыль в первую очередь, и с наименьшими затратами со своей стороны. И вот на стыке этих ожиданий возникают конфликты. Ну что греха таить, с этим сталкивались все наши коллеги по рынку. Клиент не позвонил, забыл, забил. Курьер, я прошу прощения, клиент не получил информацию своевременно о том, что его заказ в пути, о том, что клиент будет доставлен в определенное время, узнает о доставке в последний момент, узнает о дополнительной плате и так далее. Что мы можем сделать? Это делают все курьерские компании, это никакое не новшество, это делает СДЭК. Нам нужно повышать эффективность курьера, мотивировать, нужно контролировать. Это делают все, это уже прошлый век, поэтому нужно идти дальше, идем. Курьеры работают полный рабочий день у всех наших коллег, безусловно. Работают в две смены, чтобы эта работа была более эффективной. Мы контролируем работу курьеров, но что говорить, это сложно сделать дистанционно, согласитесь, коллеги. Отлажена система маршрутов. В логистических компаниях работают у руководства очень умные люди. Все маршруты давно проложены, все записано, здесь уже ничего нового не придумаешь. Поэтому идем дальше, нам нужно в любом случае повышать эффективность, повышать наш результат, рынок того требует. Что можно сделать? Появляются новые инструменты. И вот здесь вау, что мы придумали на этом этапе. Наряду с теми мерами, которые делают все наши коллеги, делает СДЭК, мы ввели новый инструмент, который нам эта эффективность нашей компании, наших курьеров и степень удовлетворенности клиентов может повысить. Это робозвонок. Это новый инструмент для нас, это новый инструмент для рынка. И мы очень рады тому, что мы его ввели в свое время, мы уже можем видеть определенный результат. Эта новая технология была здорово встроена в наши процессы, которые уже отлажены в СДЭКе. Это отдельная программа, которая имеет доступ все сотрудники нашей компании. В любой момент при возникновении каких-то споров возможных с нашими клиентами на тему того, что конечному потребителю не позвонили, мы имеем возможность зайти в эту программу, сделать удобную выгрузку в экселевской таблице, направить ее нашим клиентам. То есть, что мы получили? Во-первых, для наших клиентов, это интернет-магазины в первую очередь, мы максимально открыты. С любым вопросом мы всегда приходим с ответом. Мы можем контролировать наших курьеров. Курьер всегда находится под колпаком, так сказать. Это тоже важно и для нас, и для наших клиентов, которые должны понимать, что мы контролируем всю цепочку движения груза от их склада до получения конечным потребителем, и клиент доволен. Что представляет собой эта программа? Мобильное приложение есть у курьеров сейчас, у любых компаний, у всех наших коллег. Это знают все. Навигаторы есть тоже у всех. А вот эта новая фишка, она появилась в мобильном приложении, она вшита в него, в мобильное приложение наших курьеров. Оно позволяет делать звонки клиентам на их маршруте, максимально эффективно и быстро, экономя при этом хороший процент времени. Вот по нашим подсчетам, в среднем на два адреса больше может сделать каждый наш курьер за счет экономии времени на звонках. А учитывая то, что в компании СДЭК работает, ну, порядка трех тысяч курьеров, считайте, математика простая, 25 тысяч звонков в день производятся по этой схеме. Их количество, естественно, постоянно растет. Оно растет с увеличением наших заказов. Мне эта тема вся близка именно с позиции клиента ориентированности. Я руководитель отдела продаж, и моя задача – это клиенты, их привлечение, их удовлетворенность, их удержание в нашей компании и рост оборотов с ними. Поэтому приятно оценивать те результаты, которые у нас есть после введения робо-звонка. Клиент доволен. Для меня, как для клиента, важно, чтобы меня предупредили заранее. Согласна, наверное, все делали заказы в интернет-магазине. Я готова ждать, я готова скорректировать время. Но на сегодняшний день на рынке нет дефицита ни в чем абсолютно. И клиент будет работать с той компанией, которая оказывает ему наибольшее внимание, наибольшую заботу. Поэтому сейчас мы видим, что введя робо-звонок, мы получили в большей степени гибкость в взаимоотношениях наших курьеров и конечных клиентов. Мы видим, что есть взаимодействие, есть коммуникация. Клиент предупрежден заранее. Клиент может подождать, может скорректировать время на то, которое для него удобно. Он может отменить заказ, и мы все это видим. И мы видим в конечном итоге, что то, что посылка не доехала до клиента, это его решение, это решение самого клиента, а не оплошность нашего курьера. И это видят наши клиенты, интернет-магазины. Поэтому вот это взаимодействие, оно стало более гибким, оно стало удобным, оно дало нам всем результат. Для курьера это нововведение стало удобным тем, что он получает прямую информацию от клиента. То есть он нажимает кнопку в своем мобильном приложении, клиенту идет звонок, и у клиента есть выбор – отменить приезд курьера, перенести на другое время или дождаться связи с курьером, сделать ему обратный звонок и проговорить условия доставки, скорректировать время, скорректировать день. Таким образом мы выходим как раз к интервалу, который хотят видеть все наши клиенты интернет-магазины. То есть путем коррекции этого времени взаимодействия между курьером и клиентом нашим. Самое главное, что повысило эффективность курьеров и результат нашей компании в целом, за счет того, что курьер своевременно получает информацию от клиента о том, что ему не надо доставлять этот товар сейчас или не надо доставлять вообще, он очень быстро может скорректировать свой маршрут. Это все приходит ему в мобильное приложение. Видя решение клиента, он может скорректировать маршрут и сделать большее количество адресов, и по крайней мере сделать их очень четко, вовремя, в срок, выполнить свой план, опять же получить свой бонус, который завязан на плане за счет доставки и так далее. Об этом я уже сказала. Что важно для наших клиентов, для интернет-магазинов? То, что мы стали более прозрачными. Нам дает возможность по любому запросу нашего клиента сделать выгрузку очень быстро, очень просто в эксельской таблице и направить клиенту. В этой таблице наш клиент видит, что с его клиентами связывались, что это клиент отменил заказ или не взял трубку, не ответил на звонок. Как правило, робозвонок поступает клиенту дважды. То есть если первый раз клиент не услышал звонок, неудобно было ответить, ему звонят повторно. Если даже в этом случае клиент не отвечает, курьер уже просто с мобильного телефона связывается с клиентом. В любом случае всю коммуникацию с клиентом, между курьером и клиентом, мы это видим и можем в виде информации нашим клиентам, интернет-магазинам предоставить. И для нас, безусловно, мы снизили затраты на доставку. За счет того, что курьер делает больше количества адресов в день, за то, что он может скорректировать свой маршрут, мы просто можем сделать больше в ту же самую единицу времени. И сами затраты на робозвонок, они достаточно несерьезны, учитывая себестоимость доставки в целом. Я, наверное, опережаю возможный вопрос. Один рубль за звонок стоит эта услуга нам? Я ответила на ваш вопрос уже? Хорошо. Соответственно, мы получили контроль над процессами доставки. И самое главное, опять же, та моя позиция клиента-ориентированности, с которой мне хотелось подать вообще эту информацию, это удовлетворенность наших клиентов. Наши клиенты довольны. Они предупреждены, они получают посылку в то время, которое удобно исключительно для них, а не когда я вышла с детьми на прогулку, курьер мне звонит и просит меня вернуться, или любые ситуации возможны. И мы получили контроль. Это важно видеть нашим клиентам, это важно для нас, когда чувствуешь контроль над ситуацией, понимаешь, что бизнес растет. У меня все, коллеги. Я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо. Да, просто интересно, как это технически происходит. То есть в приложении нажимается кнопка, идет автоматический звонок к клиенту, и клиент может отменить в голосовом меню, или он должен нажимать на клавиши? Клиент слышит голос, это автоответчик. Клиенту предлагаются варианты. Если вы готовы принять заказ в течение часа, нажмите кнопку 1. Курьер сразу же получает эту информацию в свое мобильное приложение и понимает, что он дальше движется по этому маршруту, который заранее для него заложен. Если клиенту удобно перенести доставку на другое время, он нажимает кнопку 2. Если клиент отменяет заказ, он нажимает кнопку 3 и нажимает ее дважды. Это сделано специально для того, чтобы вдруг у него рука дрогнула, он неправильно нажал эту клавишу, и мы получили неверную информацию. То есть его просят подтвердить. Еще раз. То есть если он хочет перенести, например, на следующий день, он внутри вот этого меню может с помощью кнопок выбрать время? Нет, он договаривается об этом с курьером. То есть еще одна кнопка, и у него идет звонок курьеру. И у него уже живое общение с курьером, где они договариваются о сроках доставки. Если я не говорю о том, что это будет прямо вот сейчас, то есть через час, мне сейчас неудобно. Скорректирует время. Если это последний адрес на маршруте курьера, например, это конец смены, а клиент просит перенести это на более поздний час, то, скорее всего, они договорятся на другой день. Это подразумевается. Ясно. И второй вопрос. А вы у себя внедрили, скажем, систему по распознаванию голоса? Нет, этого нет. Нет. Ясно. Спасибо. В любом случае, коллеги, это все дорабатывается. Это начало. Этот инструмент компания СДЭКа внедрила летом 2017 года, то есть почти год. Мы уже действительно можем оценивать вот эти результаты. И в среднем на два адреса в день у курьера, это не просто цифры с потолка, это действительно те данные, которые мы проанализировали, уже можем оценивать этот результат. Ясно. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Курьер сам отправляет оповещение? Или же это привязано к GPS, координаторам? Нет, он делает это сам. У курьера есть маршрут. У него на этом маршруте все адреса с контактами, с номерами телефонов его клиентов, которыми нужно доставить посылку. Соответственно, этот звонок поступает не всем сразу, потому что возможны фост-мажорные ситуации. Вот курьер едет по маршруту, он нажимает, например, пять адресов. Пять кнопок. Пять раз он нажал, а звонки автоматически идут этим клиентам. Соответственно, дальше, когда он обработал эти пять адресов, он нажимает еще. Ну или параллельно он это делает. Ему нужно нажать одну кнопку. Вот он выбрал этого клиента, этот адрес, он нажимает кнопку, на контактный телефон идет звонок. Спасибо.